Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мы с вами очень много говорили о пластической хирургии в свете исполнительниц или актрис, женщин, да, шоу-бизнеса. Но вот, по всей видимости, настала пора поговорить и о мужчинах тоже. Мужчины тоже прибегают к уколам красоты, так называемым. В данном случае Станислав Садальский. Я сразу скажу, что многие заявления Садальского, они очень откровенны, очень остры, и я с ними согласен. Но вот в этом случае я вынужден с ним полностью не согласиться, и мне кажется, это здорово всегда, когда можно дискутировать, соглашаться, не соглашаться и так далее. Но в данном случае Станислав Садальский с ним полностью не согласен и сказал бы даже, что он поступил не очень красиво. Все дело в том, что он выложил фотографию, на которой он делает себе уколы красоты. Лежит он на кушетке, рядом стоит санитарка, которая держит шприц в руке. Вот что пишет Садальский под снимком. Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача. Я не совсем разделяю это, почему? Потому что он не у природы берет милость, а у шприца. Это не природа, это разработка рук человеческих. Мозга человеческого и дело рук человеческих. Поэтому здесь, конечно, абсолютно я не согласен. Но далее, вы понимаете, очень многие подписчики неоднозначно отнеслись, начали писать, зачем это мужчине. Ты же ботоксный. Было лучшего мнения, пишет женщина. Ну и Садальский решил объясниться и одному из подписчиков ответил следующим образом. Элемент профессии обязательно нужно, чтобы не быть как Юрий Николаев в бородавках, старческих и родинках на Первом канале. Юрий Николаев ведущий утренней звезды. Все вы его прекрасно знаете. Насколько мне известно, Юрий Николаев, во-первых, у него проблемы со здоровьем, у него была действительно зависимость, я насколько понимаю, довольно длительно. На фоне этого у него, уже после того, как он отказался от всех этих разрушающих вещей, проблем со здоровьем начали прогрессировать. Вы знаете, мне кажется, это очень некрасиво. Во-первых, сослаться на ведущего, на мужчину тоже, а вот это вот, чтобы не быть как Юрий Николаев в бородавках, старческих и родинках на Первом канале, как-то это по-женски. Вы уж меня извините, конечно, я еще раз скажу, что я с огромным уважением отношусь к заявлениям Садальского на многие политические, в том числе, темы и так далее, и по шоу-бизнесу. Но здесь как-то это уж слишком по-женски, как-то вот некрасиво совсем. Значит, пишут подписчиков, эта реплика очень неприятно поразила, и они, в общем-то говоря, Садальскому поспешили все высказать. А вот, кстати говоря, здесь и пишут, что Николаев борется с онкологическим заболеванием, он довольно сильно, серьезно похудел. Я помню, его видел в нескольких программах, я уже не помню, как это называлась программа, где он, может быть, и сейчас он ведет, я просто не смотрю. Но он прям такой, очень похудевший был, это было уже несколько лет назад, когда я последний раз видел его по телевидению. Очень некрасиво. А вот что пишут подписчики. Что вы к внешности Николаева привязались? Он, в отличие от вас, не говорит неприятности о коллегах, не бегает по шоу в поисках заработка, женат много лет на одной женщине. Некрасиво про Николаева пишут другие. Не дай вам бог валять так, как он. Не надо оскорблять коллег и еще называть имена, это вас не красит. Друзья, все дело в том, что я скажу свое мнение. Значит, вы знаете, мне кажется, что мое мнение, смотреть на Николаева, как выразил Садальский, очень некрасиво выразился, в бородавках, старческих родинках, мне приятнее, чем на ботоксного человека. Почему? Объясню. Потому что весь этот ботокс, вся вот эта штука, она со временем, когда ты делаешь это постоянно, становится видна. Лицо становится как маска такая, ощущение, что под кожей скапливается, вот впечатление, знаете, как будто камень, вот таким слоем. И это очень заметно, это очень видно. И понятно стремление людей, которые тем более на телевидении выглядеть моложе, и я уже говорил, и женщин, и мужчин, в данном случае мы о мужчинах говорим. Да, но со временем весь этот ботокс, он виден, он, если его не делать в необходимое время, он начинает течь, что называется, то есть лицо вообще может перекосить. И, ну это просто некрасиво. Я за естественность, и могу сказать, что с моей точки зрения, те мировые звезды, действительно, которые старели без единого укола, и не боялись показаться на публике, не делая ни единого укола. И старея действительно так, как это делает природа, да, так как это в принципе стареют все, ухаживают за собой. Они вызывают огромное уважение по сравнению с теми, кто бегает и пытается там превратить себя в 30-летнюю девочку, просто теряя всяческие авторитеты, всяческое уважение. Ну, а вот отсыл к Юрию Николаеву, тем более в такой форме, в бородавках, старческих родинках, друзья, еще раз скажу, это как-то совсем не по-мужски. Мое мнение. Интересно, что вы думаете по этому поводу, друзья. Тем более мы о Садальском часто говорим в положительном ключе, а его высказываниях. Но здесь вот я, еще раз скажу, вынужден не согласиться, и мне кажется, что это очень грубо, очень грубо. С вами был Будда Гришна, друзья, подписывайтесь на канал, кому интересно. Всем пока, до встречи.